Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами идеями простых, но не банальных, вкусных и сытных завтраков. Сохраняйте, готовьте со мной и приятного аппетита! Сейчас мы с вами будем делать творожные блины. У меня не всегда есть время сделать маленькие, аккуратные, красивые и вкусные сырники, поэтому этот рецепт здорово выручает. Для этого рецепта нам понадобится творог, яйца, мука, йогурт, сода, ванилька и сахар по вкусу. Нам будет необходим блендер, приготовьте его. И вначале мы смешиваем творог, у меня средней жирности, йогурт, ванилька и яйца. У меня они не слишком большие, поэтому посмотрю. Две штучки добавлю или три. И сахар по вкусу. Немного взбиваем. Теперь кладем муку и чайную ложечку соды. Еще раз немного взбиваем. Я буду жарить блины на таком кокосовом масле с ароматом сливочного. Сковорода у меня небольшого диаметра, как видите. Если взять побольше, то, к сожалению, будет сложно перевернуть. Поэтому учитывайте. Тесто должно получиться таким не слишком жидким, но и не чрезмерно густым. Выкладываем. Накрываем крышкой, чтобы наш блин хорошо и равномерно пропекся. Жарим на небольшом огне. Вы можете перевернуть эти блины двумя лопатками, так будет удобнее. Или же взять вторую сковородку. Красавцы блины готовы. Вот такие пушистые и супер нежные, воздушные. Подавайте с сахарной пудрой, с вареньем или со свежими ягодами. Видите, какие они? По вкусу это, конечно, не совсем сырники, скорее, как оладьи с творогом. Вы и ваши дети точно оцените. А сейчас будет вариант завтрака, выходного дня. Хотя, в зависимости от того, где вы работаете и можете ли позволить себе есть чеснок. Нам понадобится или темный хлеб, или темный багет. Возможно, вы едите белый, но я предпочитаю именно темный хлеб, поэтому мне нравится именно так. Также песто. У меня свежие из бедронки. Моцарелла. Больше моцареллы нужно достать. Любая ветчина, помидор, чеснок и оливковое масло. Также мы все это будем запекать. Я вам покажу, что и как. Поехали готовить! Сразу поставьте разогревать духовку. Я забыла включить камеру, поэтому багет у меня уже разрезан. Но самое интересное начинается здесь, потому что мы достаем мякоть из вот этой половинки, которая находится внизу. Мы будем ее наполнять. Я подсмотрела этот рецепт в ТикТоке и он абсолютно гениален. Форма для выпечки. Выкладываем песто. Выкладываем моцареллу. Томаты. Немножко оливкового масла. Орегано. Чеснок. Теперь ветчина. Снова моцарелла. Эту часть хлеба мы также немного покрываем нашим песто. Еще чуть-чуть чеснока. И отправляем на несколько минут в духовку. Раз. И два. Вы должны это увидеть в разрезе. Горячий бутерброд получается хрустящим, но очень сочным внутри. Это так вкусно. Предлагаю попробовать и вам. Сейчас мы будем готовить что-то очень простое, но интересное и вкусное. Немножко любого масла растительного. Берем лаваш или же тортилью. Она слишком большая для меня. Я вырежу кружок поменьше. Но если найдете типа тоненькую питу какую-нибудь, то здорово. Кладем. И чуть-чуть поджариваем ее. Тем временем натираем немного сыра. Любого вашего любимого желтого сыра. Наш лаваш или тортилью обжариваем с двух сторон. Добавляем сыр. Причем вот так, чтобы он выходил за берега. Он поджарится и будет очень вкусно хрустеть. На центр вбиваем яйцо. И чуть-чуть это все поджариваем. Накрываем крышкой. Пусть яйцо дожаривается, дотушивается. А мы займемся начинкой. Вы можете взять любые овощи, которые у вас есть. Зеленый лук, помидоры, огурцы. Что вы любите, у меня будут помидоры. Также здесь лук-шалот. Авокадо. Выкладываем лук-шалот. Немного перца. И начинка. Шпинат у меня, к сожалению, уже не влез. Поэтому я просто добавила его рядом. Я люблю похрустеть даже без ничего. Если у вас побольше лаваш, то кладем внутрь. Или же можно сверху посыпать зеленью. Или добавить к овощам. Как любите. Это мега сытно. И такой завтрак дает энергию на большое количество времени. Очередной вариант сладкого завтрака будем делать шоколадный овсяный блин. Нам понадобится овсянка. Одна чайная ложечка какао-порошка. Обычное, не сладкое какао. Два яйца. И пара ложек молока. У меня приблизительно 50 мл. Начинку берите такую, как нравится вам. У меня дома как раз была развесная рикотта. И груша. Если вы любите послаще, то добавляем еще и сахар. 3 столовые ложки овсянки. Молоко. Яйца. Какао. Тщательно перемешиваем. Разогреваем сковородку. У меня это сковородки из Икеи. Они с антипригарным покрытием. Смазываем сковородку растительным маслом. У меня это вновь кокосовое. Но оно совершенно не имеет аромата кокоса. Выливаем овсяноблин. Накрываем крышкой. А пока овсяноблин жарится, можно нарезать фрукты. Это могут быть яблоки, груши, персики. Смотря когда вы смотрите это видео. Что из свежего у вас продается. Мой овсяноблин с начинкой готов. Я добавила еще немножко орешков. Потому что я снимаю после тренировки. Я очень голодна. Я потратила много сил. Поэтому мне нужно их восстановить. Ну и в конце будет завтрак. От которого я без ума. Который я готова есть даже на обед или на ужин. И которые я ем в последнее время чаще всего. Это бутерброды с яйцами. Как бы пашот. Но посмотрите как я их готовлю. И особенно эти трюки пригодятся тем, у кого они не получаются. Во-первых, я беру темный хлеб. Если у вас светлый и тостерный. То можете сделать греночки. Так будет еще вкуснее. Но я очень люблю такой бездрожжевой. Мы покупаем его в местной пекарне. И в Лилия тоже вкусный. Сливочный сырок. У меня от бренда Уачаты. Он типа как Филадельфия. Но менее жирный. Авокадо. Это не обязательно. Можете взять любые овощи. И любую зелень. У меня свежий шпинат. И конечно же яйца. Яйца пашот у меня не всегда получаются. Мне уже кажется, что это зависит от яиц. Потому что я перепробовала все известные человечеству лайфхаки. Даже не пишите мне о буксусе. О вот этой воронке. О соли. О формочках. Они конечно же у меня есть. Действительно в формочках выходят. Но с этим чуть больше заморочек. Также у меня есть ситечка. И это ключевой момент. Значит так. Я беру сковородку. Наливаю сюда немного воды. И довожу до кипения. Тем временем. Разбиваю яйцо. И выкладываю его в ситечко. Таким образом стекает лишняя жидкость. Да, в яйца она тоже есть. И да, я пробовала с воронкой. Все равно. Не всегда это проходит с яйцами. Уменьшаю огонь. И аккуратно выкладываю яйцо. Это и не вареное яйцо, и не жареное. Но мне так вкусно. И я сама могу контролировать, насколько сильно будет сварен желток. Накрываем все это дело. Пусть варятся. Мы же тем временем смазываем хлеб сливочным сырком. Шпинат. Я очень люблю листья шпината. И авокадо кусочками. Мужу я делаю с более жидким желтком. Для меня вот сейчас как раз то, что надо. Соль. И перец. Еще один завтрак готов. Если вам понравились идеи моих любимых завтраков, и вы соскучились по футбукам, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.